МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Татьяна Конегина. В эфире программа «Городская дума» сегодня в выпуске. Более 31 миллиона в казну города. На что будут потрачены эти средства? За вклад в развитие городца утверждены кандидатуры на вручение памятных медалей. Как сработали народные избранники, подводят итоги своей деятельности. А сейчас об этом и не только более подробно. Бюджет городца увеличился на 31 миллион 700 тысяч рублей, в основном за счет поступления средств из областного бюджета. И теперь общий объем доходов составляет более 257 миллионов, расходов около 262 миллионов, размер дефицита порядка 4,7 миллиона рублей. О том, на какие цели будут потрачены деньги, дополнительно поступившие в городскую казну на сентябрьском заседании Думы, депутатам рассказал начальник управления финансов Алексей Макарчев. Основными изменениями связаны с выделением дополнительных средств из областного и районного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и выделение дополнительных средств областного бюджета и бюджета района на выплату заработной платы с начислением на нее работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления до уровня минимальной размера оплаты труда. Прошу принять. При этом было отмечено, что на дороге будет направлена львиная доля от дополнительных поступлений – более 29 миллионов рублей. Жители города Городца, я думаю, что отметили, что в этом году у нас город преобразился по дорогам. Сделано очень качество, красиво ширина полотна увеличилась. Если в том году было потрачено денежных средств в районе 14 миллионов, то в этом году планируется потратить 29 миллионов. Это о чем-то говорит, что мы будем делать больше и больше. Потом еще должны прийти деньги на весь городецкий район в районе 80 миллионов. Сейчас мы ожидаем, но мы тоже должны освоить в правильном смысле слова. Дороги будут лучше. Я думаю, что городец по дорогам, другие области могут даже позавидовать. Дополнительные средства, которые были выделены, они уже пойдут на то, чтобы наши улицы были изасфальтированы. Основные потоки, чтобы движение было безопасно в нашем городе. Также на заседании Думы были утверждены кандидатуры на награждение медалями за вклад в развитие города Городца. Их будут удостоены Николай Поляков за большой личный вклад в становление местного самоуправления на городецкой земле, а также за особые заслуги перед Городцом в области развития туризма и музейного дела. И Валерий Ериков за большой личный вклад в социально-экономическое развитие Городца, особые заслуги перед городом в деле развития системы профессионального образования и подготовки специалистов. Ряд других вопросов в повестке дня заседания, хоть и не значились, но все же были подняты депутатами. Один из них касался вывоза мусора и состояния контейнерных площадок. Проблема она системная, с рекоператором отрабатываем уже направлено более сотни ему предостережений. Работа нас не устраивает, соответственно, на каждом земском собрании рассматриваются вопросы по чистоте и порядке. Также сегодня Александр Юрьевич нам сказал на земском собрании о том, что инициатива земского собрания о том, чтобы рекоператору были вменены, мероприятие по уборке площадок было поддержано. Все главы поддержали, проблематика у всех такая. Потому что рекоператор работает никуда не ввода. Мусоровывозящая компания не справляется с этими объемами, понимаете? Ни техникой, ни средствами, ни людьми, понимаете? То есть если сейчас говорить о том, что мы повысят, ну не мы, а повысят нормативы на вывозы, то получается, что мы все равно остаемся с этим мусором. Потому что они этот объем не осиливают. И когда им задают вопрос, почему вы не можете добавить техниками, то у нас ее нет. Норматив, он как раз влияет на объем платы граждан за такового числа. Соответственно, увеличение норматива, да, действительно, оно приведет к увеличению стоимости оплаты граждан за вывозы. Один из главных камней предновения является именно то, чтобы они забирали все, чтобы площадки были очищены, чтобы они имели хороший вид. Также речь зашла о щебенении дорог в частном секторе. Изначально депутатов заверили, что все работы будут завершены в первой декаде сентября. А на деле до сих пор выполнена лишь малая толика. Вместе с тем, по словам заместителя главы района администрации Евгения Маслова, пока сроки исполнения контракта не нарушены. Он составляет 30 календарных дней и истекает 20 сентября. В случае неисполнения к подрядчику будут применены штрафные санкции. Кто-то из депутатов продолжит свою деятельность в составе уже вновь избранного органа представительной власти – Совета депутатов Городецкого муниципального округа. Кто-то уже прекратил работу на этом поприще. Мы спросили народных избранников, чем им запомнилась работа в составе депутатского корпуса Думы Городца. Что удалось сделать? Я считаю, что даже много успел. Самое основное – это мы провели центральную организацию в микрорайон молодежи. Принимал активное участие в проектировании этой программы, чтобы жители организовывали, чтобы проголосовали. Сейчас можно будет микрорайон, даже частный сектор дальше подключать. Уже есть сдвиг, сколько лет, где-то с 70-х годов планировали сделать эту центральную организацию. И все-таки мы добились, нас сделали, сам принимал личное участие, прокладывал там, всю работу выполняли под моим четким руководством. Так что довольны этим. Ну, работы много есть еще дальше продлевать, частный сектор подсоединить. Выполнили еще. Дороги с чебенения тоже, хотя бы немного, но в прошлом году даже много в нашем округе сделано. 220 квадратных метров по ЛАЗО и весеннее, солнечное, где-то около 250 квадратных метров за чебененом. В уличное освещение добавлено еще надо тоже. Печально, что Дума заканчивает свою работу. Проработали мы два года и не все выполнили наказы избирателей. Но вот в моей стороне то, что я обещал, много сделано. Сделано у первого дома по мелиоратору тротуарная дорожка, детская площадка усилена новыми элементами, футбольное поле, сетками, покосом травы мы перед избирателями обязательства свои выполнили. Что хочется отметить, что в последнее время председателям Думы Александру Сергеевичу Жирякову удалось выстроить работу с наказами депутатов. Это вопрос, который касается каждого депутата в своем округе. Вот представляете, человек идет на выборы, собирает наказы, устраивает приемы по личным вопросам, опять к нему обращаются с просьбами. А как реализовать, если бюджет, он обычно очень подробно расписан, на какие потребности нужно тратить эти бюджетные деньги. И вот принятое решение по 100 тысяч выделять на каждый округ для выполнения наказов, я считаю, это здорово. Ну и второе, удалось Александру Сергеевичу выстроить диалог между исполнительной властью и депутатами. Это в WhatsApp создали группу Дума города Городца. И это инструмент оперативного решения вопросов. Вот это я считаю здорово. За время нашего сотрудничества с Городской Думой мы подготовили порядка 50 выпусков нашей программы. И на этом пока все. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова